В Хэллоуин каждый имеет право хоть раз испугаться. Есть ли прогресс у игры в плане ивентов, рассмотрим сильные и слабые стороны и косвенно сравним с предыдущими так называемыми ивентами. Начнем определенно с хороших сторон и ближе к концу перейдем к более слабым. Ну коль уж заговорили о хорошем в целом, то не могу не рассказать о наших партнерах в сайте гейпстор. Самое время обзавестись каким-нибудь хоррором и пощекотать себе нервы за приятную цену. Ну а если ты как и я из пугливых, то вот тебе приятное предложение. На гейбе в предзаказах появились наборы для Апекс. В него уходят различные комплекты косметики, тысяча Апекс монет, эксклюзивный баннер и эмблема. По-моему очень приятное предложение, а самое главное безопасно. Ссылочка на покупки как всегда в описании под видео. Итак, начинаем с хорошего и первое что хочется отметить, да и вообще встречает нас в игре это саундтрек. Он просто восхитителен, пропитан духом фильмов на кассетах из 80-х-90-х или около того. Отдельный респект тем, кто прописал эту дорожку. Но поскольку на одном саундтреке далеко не уедешь, то перейдем к косметике. Тут все спорно, поскольку на вкус и цвет товарища нет. Но в целом объективно скины выглядят качественно. Но единственное мне показалось скины наружу как-то слабоватые. И мне с моим везением выпали именно они. Хотя опять же повторюсь на вкус и цвет. Поэтому пишите в комментариях, выпало ли вам то, что вы хотели или все же не повезло. А еще лучше хвастайтесь скринами у нас в Дискорде. Паки. Ну вы в курсе, да? Теперь все паки можно купить за очки славы. 12500 за штуку, если у вас нет скидки за сезонный пропуск. Был слив за сутки до ивента, но я не верил. Пока не увижу своими глазами, думал фейк. Действительно, наконец до разработчиков дошло, что пора коллекции делать доступными для всех. Да, цена может не самая низкая, но камон, ребята, это уже неплохой шаг в сторону комьюнити. Хотя возможно, такой подгон с барского плеча на фоне выхода Battle Pass. Я даже почти уверен. В любом случае, на данный момент это отличная новость. В целом, если у вас был запас очков славы, то за две недели выкупить всю коллекцию данного ивента не составит труда. Едем дальше. Карта. Карта почти не потерпела никаких изменений. Сократили улицу, закрыли проходы в вагонах по центру. Убрали пару текстур и заменили старые на новые, чтобы соответствовать ивенту. Я так понимаю, сильно заморачиваться не пришлось, поскольку карта Луна Парк изначально сама по себе была темной и атмосферной. То есть, я хочу сказать, переделать условную крепость под ивент было бы сложнее. Судя по всему, в связи с этим данная карта и была выдвинута. Очень плохо, что нет пасхалок. Ну, точнее, они есть, но это больше не пасхалки, а просто частички общего образа карты. К примеру, на заднем входе карты со стороны картинга есть могильные плиты, наподобие тех, что были в ивенте про Дикий Запад. Там захоронены пять оперативников защиты Фрост, Элла и так далее. Именно которых и возродил сумасшедший док и которые теперь бегают в этом замке в виде каких-то вурдалаков. На кого, в свою очередь, пришли охотиться атакующие. Это не пасхалка по сравнению с тем же событием на Диком Западе с Делориан и головой Тарана из Албрейка. Это часть сеттинга ивента. Ах да, чуть дальше на заднем дворе есть колодец, как на карте Вилла. Если по нему ударить, то там тоже начинает истерить неведомо зверюшка. Они загоняют и убивают лишь. Геймплей. Две команды по пять человек, ничего необычного, но условия созданы под так называемым маньяка и жертв. Только здесь жертвы с кулаками. Нападающие имеют разнообразные молоты, которыми они убивают, ломают стены, полы и гаджеты защитников. Также у них увеличена скорость бега. Каждый из нападающих выбирает себе способность одного из оперативников. Всего их три. Скан Леона, скан Шакала и датчик сердцебиения пульса. Последний, кстати, очень нужен для поиска под конец раунда самых затаившихся игроков. Сканирование следов же лучше всего показывает себя на первой фазе игры. Леон, ну, он и в Африке Леон. Защитники. Могут реинфорсить по одной стене, устанавливать баррикады и использовать свои основные гаджеты. Но плюс ко всему этому у них новая способность. Невидимость на время одновременно с ускоренным бегом. Ей возможно воспользоваться три раза за раунд. Следы для сканирования, кстати, тоже пропадают как от способности Кавейры. Суть раунда. Защитникам выжить, а нападающим найти и уничтожить. И тут речь заходит про баланс. Быть может я сильно ошибаюсь, но походу играть с защитников куда сложнее, нежели за нападающих. В большинстве случаев все нычки уже пробивают на шару. А если вы и пытаетесь таки удержать какую-то комнату, то несмотря на то, что зачастую это действительно работает, если действовать слаженно, то таких мест на карте по сути два. Это туалет около ясель, но там тесно и комната рядом с ритуальной. Из-за этого геймплей сводится к однообразию, потому что по-другому выжить за эти две минуты очень сложно. Да, и если защита выбегает на улицу, то через несколько секунд ее начинают бить током по 20 хп за раз. А, кстати, Гуки Лижен наносит увеличенный урон, все остальные гаджеты вроде работают как обычно. Самый сильный минус. Это очередная рукожопость разработчиков или тестеров, если они вообще есть в этой игре. При помощи некоторых манипуляций, не буду их называть по понятной причине, в режиме можно взять новобранца с оружием. Но вы сами понимаете, кто победит в этой игре. Разработчики снова используют фильтр на карту, как это было в первом ивенте, посвященном Хэллоуину. Многим он не нравится, но как по мне, он не так страшен, как карта борт номер 1 на 1 апреля. Тогда я даже не смог заставить себя пройти задание на пак, поскольку от этих ярких цветов у меня просто чуть ли не до слез офигевали глаза. Сейчас же бегаю более чем нормальный и даже больше чем обычно я это делал за все предыдущие ивенты вместе взятые. Задание на первый пак, кстати, проходится очень быстро и буквально за полчаса, ну максимум час, уже получаешь свой пак. Также на старте дают один бесплатный пак. И по традиции в начале второй недели ивента, по идее, будет еще одно задание, либо тоже бесплатный пак, либо какой-нибудь скин. За последние годы, наконец, ивент похож на ивент, с новым геймплеем, а не просто переоформлением. А понравилось или нет, это уже второй вопрос. Самое главное, что в разнообразии есть прогресс. Он мега медленный, прям очень, но он есть и не может не радовать. Но самая главная проблема, что в ивенте снова нечего делать. Да, какой-никакой новый геймплей, но мотивации туда заходить нет. Глупо сравнивать, но все же в том же орех для ивента сделали кучу заданий с разными наградами. В аутбрейке, как-никак, была хоть какая-то мотивация заходить ради прикольных брелков. Сейчас же ее снова нет. Одно задание, которое проходится, как и говорил ранее, за полчаса. А дальше тупо без мотивации гоняешь, пока не надоест. А надоест быстро. И получится, как в Диком Западе, что на вторую неделю матч ищет чуть ли не часами, потому что туда тупо нет смысла заходить. По сути, разбавь весь ивент даже наитупейшими заданиями, по типу убей десятерых гуком или капканом, сделай пять раз First Blood в конце концов и получи какие-нибудь брелки по типу как в мини-сезоннике. И ивент был бы конфетка. Но, к сожалению, после выполнения задания до начала следующей недели, я тупо не вижу смысла туда заходить. Не забывайте подписываться на группу наших друзей с открытой лентой, мемами и полезной информацией. Конечно же, на наш Дискорд-сервер, где мы сделали все уютненько для игры в осаду. Я с вами прощаюсь, до скорых встреч, пока-пока. Субтитры создавал DimaTorzok